Миллионы евро убытков, тысячи людей без работы. Экономический упадок наблюдается и в Италии. Нынешний год там войдет в историю как самый неудачный для земледельцев. Собрано меньше обычного оливок и винограда, а урожай знаменитых каштанов упал до рекордно низкого уровня. Есть и те, кто этой осенью со своих деревьев не собрал вообще ничего. Из Италии наш собственный корреспондент Юлия Гончар. В этой фабрике Валерана уже полвека. Никогда здесь не видели такого урожая. С 800 тонн количество сырья упало до 50. При том, что место это своими каштанами известно на всю Европу. Орехи здесь главный источник дохода для каждой семьи. Производству Мартино Чуколи не удалось выжить, но сколько их позакрывалось. Нет сырья, нет и работы. В нашем городе было с десяток таких фабрик, которые сортируют, чистят и отправляют каштаны на продажу. Еще несколько лет назад они все успешно работали. Но в последние годы мы не могли получить даже минимального дохода, чтобы остаться на плаву. Причина неурожая этого года не только частые дожди. Главный враг земледельцев – каштановая орехотворка. Насекомый-овредитель, который несколько лет назад случайно завезли в Италию из Китая. Сегодня оно распространилось по всей стране, с севера на юг, и приносит огромный ущерб экономике. Вот они, насекомые, селятся на ветках, не дают расти листья, не дают дереву цвести. Мы как только не пробовали бороться с ними. В итоге решили выпустить в нашу каштановую рощу другое насекомое, которое уничтожает орехотворку. Ждем теперь результатов. Процесс этот может затянуться надолго, говорят валераны, занять годы. Знаменитые итальянские каштаны рискуют исчезнуть совсем. В начале 20 века в Италии собирали до 800 тысяч тонн каштанов в сезон, а сегодня меньше 18 тысяч. Для многих в этом городе каштаны – дело всей жизни, которое передают из поколения в поколение, и главное – блюдо на столе. Без своих так называемых хлебных деревьев валерана просто перестанет существовать. Юлия Гончар, Массимилиано, Вольпа, Валерана, Италия.